Троицкого гарнизона и обсудил проблемы с командованием 291-й артиллерийской бригады и 40-го полка радиационной, химической и биологической защиты, которые входят в состав 58-й общевойсковой армии. Как отметил руководитель региона, министр обороны России Сергей Шойгу уделяет вопросам обеспеченности военнослужащих самое пристальное внимание. Со своей стороны Юнус Бекев-Куров пообещал, что все обозначенные на встрече вопросы будут детально изучены. В числе приглашенных на мероприятие были и члены семей военнослужащих, находящихся сейчас в Сирии и выполняющих свой служебный долг. Глава региона призвал их сохранять дух и поддерживать своих мужей, братьев, отцов и сыновей. Конечно, и Сергей Кургенкович, министр обороны, и командующие войсками округа, командующие армии, они всегда нацеливают местные органы власти на то, чтобы помогать военнослужащим там, где гарнизоны размещены. И троицы гарнизонов не являются исключением. В классическом варианте, я тебя буду с замминистра обороны разговаривать, в классическом варианте школу и садик здесь надо построить, на территории гарнизона. И даже под одной крышей школа-садик. Об этом будем говорить. Участие детей военнослужащих в различных проектах. Я не знаю, есть ли ваши дети в юной армии, в добровольцах, в год волонтерства этого года. Есть, вы и есть, или дети есть. Если нет, то это тоже надо практиковать, это тоже надо делать. Почему же? Все это несет военно-патриотическую форму воспитания. Здесь все должны включиться и работать. Если вас там нет, а ваших детей нет, то это не совсем хорошо. Тем более проект юной армии, это проект честного министра обороны Сергея Кужеговича и ГУ. Поэтому здесь надо этот проект очень серьезно поддержать.